Добрый вечер на канале ОТРК Чуй. Выпуск вечерних новостей. В студии работает Сымбат Алмазова. Президент Садржиопаров сегодня поздравил пограничников с 25-летием образования пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики. В поздравлении главы государства говорится следующее. Дорогие кыргызстанцы, уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы, сердечно поздравляю вас с Днем Пограничника и с 25-летием образования пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской республики. С момента образования ведомства немало героических подвигов пограничников вписано в историю независимого Кыргызстана. Сегодня, когда мир сталкивается с новыми вызовами и грозами, вы решаете важнейшие задачи по обеспечению национальной безопасности, что требует постоянного повышения уровня знания, крепкой выдержки, умения быстро и оперативно принимать решения и действовать в самых непростых условиях. Мы гордимся тем, что наши пограничники демонстрируют высокий профессионализм и мужество на международной арене. Участие в современных учениях, обмена опытом с коллегами из других стран способствует росту эффективности нашей пограничной службы, укреплению международного сотрудничества и безопасности в регионе. Очевидно, что рост потенциала пограничной службы ГКНБ – это залог территориальной целостности государства и основа стабильности в стране. Государство прилагает все усилия для улучшения условий службы пограничников, модернизации пограничной инфраструктуры, внедрения новых технологий, повышения социального статуса военнослужащих. Уважаемые пограничники, желаю, чтобы каждая минута вашей почетной и ответственной службы была спокойной, а поддержка государства, народа и семьи вдохновляла вас на новые подвиги. Всегда гордитесь своей профессией и данной вами присягой. Уверен, что впредь в ваших сердцах будет расти чувство патриотизма и гордость, что вы являетесь потомками Манаса Великодушного. Пусть в нашем государстве всегда царит мир, граница Кыргызстана будет прочной и наша солнечная страна никогда не сбивается с пути развития. Турага Джоркукинеша Нурланбек Шакиев сегодня прибыл в Аксийский район Джалабадской области, чтобы ознакомиться с текущей ситуацией в селах пострадавших в результате схода сели, вызванных произошедшими 25 мая ливнями. Сначала Турага побывал в селе Чарба Каракамышского сельского округа, ознакомился с проектом планируемых работ по изменению русла реки Карасу и укреплению ее берегов. Шакиев подчеркнул недопустимость равнодушного отношения к профилактическим мероприятиям. Бедствия приходят неожиданно. Учитывая нестабильность погоды, особое внимание следует уделить снижению рисков паводков и оползней по всей республике. Ведь и главное богатство нашей страны – это наши люди. И основной обязанностью государства является забота о безопасности граждан с Казалон. Сегодня в Бишкеке прошла международная научно-практическая конференция «История становления современной тенденций и приоритеты развития финансовой системы Кыргызской республики», посвященная столетию Министерства финансов. В нем приняли участие ряд специалистов в области финансов, представителей международных банков и фондов. Мероприятие продолжилось с участием председателя Кабинета министра Факлбека Джапарова. Министерство финансов в этом году исполняется 100 лет. Сегодня в государственной резиденции прошла международная научно-практическая конференция, посвященная истории становления финансовой системы, современным тенденциям и преимуществам ее развития. Здесь Клоба Кабинета министра Факлбек Джапаров рассказал об истории развития Министерства финансов и встал на путь устойчивого развития. Уважаемые участники сегодняшнего торжественного совещания, уважаемые партнеры и дорогие коллеги, вы знаете, насколько я дорожу лично и горжусь своим опытом работы Министерства финансов Кыргызской республики. Я имел большую честь возглавлять Министерство финансов трижды в истории нашей страны. Для меня это большая гордость и честь. Именно опыт работы Министром финансов, понимание каждой статьи доходов и расходов нашего государственного бюджета, не просто на бумаге, но также история введения его, его реализация. В дополнение к опыту работы в качестве представителя Комитета по бюджету и финансового комитета, просто парламентария. Все это стало для меня и моей школой, и моим университетом, и моей академией. Также председатель Кабинета министров коснулся изменений, произошедших после 1991 года. И отметил, что валовый внутренний продукт страны составлял 100 миллионов сомов, а в 2024 году составит 1 триллион 400 миллиардов сомов. Я хочу доложить, что группа сотрудников Министерства финансов, направленная в командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Почти с каждым из вас я имел опыт работы лично. Я очень горжусь тем, что принадлежу к семье Министерства финансов и лично и искренне от всей души поздравляю вас всех с такой знаменательной датой. Затем в научно-практической конференции приняли участие руководители соответствующих государственных органов, международных финансовых организаций, ветераны, которые обсудили вклад Министерства финансов в экономическое развитие страны и его роль в формировании устойчивой финансовой системы. Денежно-кредитная и налоговая бюджетная политика страны в настоящее время находится на пути правильного управления. Рост доходов в бюджете стал прочной основой для реализации политики по улучшению социально-экономического положения граждан. Поздравляю с этим днём финансистов. Мы готовы продолжать сотрудничество. Для развития финансирования государства вы вносите большой вклад. Удачи вам. Роль Министерства в разделении финансовой системы в стране, выводе её на стабильный путь велика. Кроме того, необходимо подчеркнуть финансовую помощь иностранных банков и фондов, которые были построены в Кыргызстане в последние годы. В проведении такой активной работы финансовому сектору оказывается большая помощь. Например, в Чуйской области в этом году с помощью иностранных доноров будет открыто 34 предприятия. У нас большая часть финансирования всех открывающихся предприятий и строящихся предприятий на территории Чуйской области. Это Кыргызско-российский фонд, Кыргызско-узбекский фонд, Кыргызско-фенгерский фонд, разные фонды в целом. Но большая часть, конечно, финансируется у нас с Кыргызско-российского фонда. И в этом году мы планируем открытие 34 предприятий. Из них именно финансируем со стороны фонда – это клинкерный завод в Кеменском районе. Это цементный завод, это на территорию Сахатинского района. Это по выпуску кафеля, по выпуску керамики, это на территорию Сахатинского района. Выпуск скоро будет открытие автомобильного завода. Это и грузовые автомобили, и легковые автомобили, и спецтехники. Что касается деятельности Минфина, то активы государства в 2015 году составили 310 миллиардов сомов, в 2020 году – 420 миллиардов сомов, или увеличилось в полтора раза за пять лет. Сейчас активы государства удвоились за три года. Благодаря этому достижению в финансовом секторе Кыргызской республики началась новая эра. Промежуток времени прошли очень долгий, ну, трудный смыслом, очень наполненный путь. И, соответственно, этот период, когда мы были в составе Советского Союза, у нас абсолютно была такая другая система финансирования. В тот период, когда мы приобрели независимость, за эти более 30 лет, мы систему государственного финансирования преобразовали. То есть прошли немало этапов реформирования этой системы. Это вот, если делить на три этапа, то есть на три части, то это формирование доходной части, это вот таможенные поступления, налоговые поступления и другие иные поступления, неналоговые поступления. И, соответственно, есть другая часть, правильно формировать именно расходную часть. В рамках конференции удалось найти решение актуальных проблем современной финансовой и экономической системы, активизировать общение между учеными, финансистами, донорскими организациями и государственными служащими других стран, обмен результатами их научно-исследовательской деятельности. В УВД Аламудунского района поступила оперативная информация о том, что парень азиатской внешности в возрасте примерно 25-30 лет якобы занимается закладкой наркотических средств на территории Аламудунского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и специальных следственных действий сотрудниками милиции была установлена личность подозреваемого лица. Им оказался гражданин иностранного государства, гражданин 1999 года рождения. Установлено, что гражданин получал заказ через телеграм-канал от так называемого «куратора». Его работа заключалась в осуществлении закладок на территории Чуйской области. В ходе следствия обнаружены места тайников закладок. Всего найдено более 29 мест закладок в селе Восток Аламудунского района. Всего изъято 242 грамм каннабиса, соломы и концентрата. 23 мая в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской республики по подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в изолятор временного содержания. В Кыргызстане впервые применили электронный браслет в качестве меры пресечения. Первыми электронный браслет в качестве меры пресечения применили следователи управления внутренних дел Октябрьского района Бишкека. Напомним, электронное наблюдение представляет собой современную систему мониторинга, обеспечивающую контроль местонахождения обвиняемого с возможностью дистанционной идентификации. Система реализуется посредством электронных браслетов, а также через мобильное приложение на сотовом телефоне. Основные особенности электронного наблюдения являются то, что электронные браслеты надеваются на запястье и не поддаются снятию или перепрограммированию. Любые попытки уничтожить оборудование активируют сигнал о нарушении. Одним из ключевых преимуществ электронного наблюдения является его эффективность в борьбе с семейным насилием. Система может ограничить радиус приближения обвиняемых к определенным лицам или территориям, обеспечивая дополнительную защиту пострадавших. С 1 июня в Кыргызстане начнут выдавать паспорта, изготовленные в открытом акционерном обществе УЧКУН. Об этом на заседании комитета Джорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра цифрового развития Замирбек Кожимуратов. По его словам, первая партия уже изготовлена и получена. С 1 июня уже начнем выдавать паспорта отечественного производства, сказал он. Замглавы также отметил, что по качеству паспорта значительно лучше, чем были раньше. Напомним, до этого бланки паспортов, тех паспортов водительских удостоверений, выпускались частными компаниями за рубежом. Государство ежегодно платило за это порядка 15 миллиардов сомов. В банковской системе сохраняется высокий уровень избыточной ликвидности в нацвалюте. Об этом сообщил замначальник управления коммуникации и международного сотрудничества НБКР Ильичбек Султанколов. По его данным, это создает предпосылки для дальнейшего расширения кредитования реального сектора экономики. В свою очередь, начальник экономического управления Айнура Мамбеткул-Кызы добавила, что в стране идет рост кредитования реального сектора экономики со стороны коммерческих банков. Если по итогам прошлого года объем кредитного портфеля составил 257 миллиардов сомов, то из них 200 миллиардов в нацвалюте. По состоянию на 23 мая общий объем кредитного портфеля составил 270 миллиардов сомов, из них 212 миллиардов сомов составила в нацвалюте, проинформировала она. Окончание учебного года стало поводом для праздника не только для нынешних школьников, но и для выпускников, которые покинули стены этой школы несколько лет назад. Все они собрались вместе, чтобы отметить завершение учебного года и вспомнить яркие моменты своей школьной жизни. Сегодня средняя общеобразовательная школа лицей номер один имени Абдулды Канеметова провела встречу с бывшими выпускниками, среди которых известный поэт и член Национального союза писателей Болот Джумагулов. Он также вручил стипендии для лучших учеников, организованные им лично. Сегодня в школе прошла встреча бывших учеников, которые окончили школу 40-50 лет назад. Это стало особым событием как для самих выпускников, так и для учебного заведения в целом. Встреча сопровождалась волнением и радостью встречи старых друзей, которые вспомнили прекрасные школьные годы, наполненные учебой, дружбой и незабываемыми моментами. Инициатива по созданию стипендии Болот Джумагулова призвана не только поощрить активных учеников, но и повысить их стремление к получению знаний и достижению успеха в учебе. В этом году стипендию получили 10 учеников. Моя цель была проста – мотивировать учеников на активное стремление к знаниям. После переговоров директором мы решили выделить средства для премирования. Сегодня в присутствии всего коллектива школы я вручил стипендии 10 самым трудолюбивым и отличившимся ученикам. В школе-лицее номер один на данный момент обучается около 600 учеников. В Панфиловском районе Чуйской области начали применять новые биоинсектициды. Против саранчевых вредителей сообщили в Менсельхозе. Отмечается, что контактный биоинсектицид «Новокрит» – очень низкодозированный активный продукт с такой же эффективностью и более длительной стойкостью по сравнению с химическими пестицидами. Он активен на взрослых особях, личинках и яйцах, а также безопасен для окружающей среды, для человека, домашнего скота, нецелевой фауны и флоры. Демонстрацию биоинсектицида провели эксперты из Узбекистана и Казахстана, а также специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений. В Джаилском районе состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню матери, организованный Общественным фондом Калайнур-Кейджи. Это значимое событие собрало множество жителей района, чтобы отметить вклад женщин в общественную жизнь и выразить им свою благодарность. Более 50 жительниц района были удостоены почетных грамот и благодарственных писем. Эти награды вручались за воспитание детей, стойкость и значительный вклад в развитие общества среди награжденных матери-героини, учителя и матери детей с инвалидностью. Общественный фонд Калайнур-Кейджи уже 23 года, помогающий малообеспеченным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, матерям-одиночкам и старикам, организовал праздничное мероприятие ко Дню матери. По словам организаторов, женщины играют ключевую роль в воспитании детей, и их вклад неоценим. В этом году открытию нашего фонда исполняется 23 года. Мы всегда старались помогать нуждающимся, и сегодня мы хотим особенно отметить матерей за их отвагу. Я сама многодетная мать с 10 детьми, и один из моих внуков – инвалид. Поэтому я отлично знаю, как сложно воспитывать ребенка с особыми потребностями и какие трудности могут возникнуть в повседневной жизни. Многие матери не могут позволить себе оставлять таких детей и даже просто выходить по своим делам. Поэтому сегодняшнее праздничное мероприятие посвящено матерям, чтобы они могли насладиться угощениями и музыкальными выступлениями. Руководитель аппарата Джаилской районной государственной администрации выразил свои наилучшие пожелания участницам мероприятия. В своем обращении он отметил, что роль женщины в современном обществе велика и значима. Он пожелал всем крепкого здоровья, любви и исполнения заветных желаний, подчеркнув, что такие мероприятия помогают подчеркнуть важность женщин и выразить благодарность за их труд и заботу. День Матери В Джаилском районе проживают более 117 тысяч человек, из которых более 58 тысяч женщины. Среди них 244 – матери-героини. Также 70 матерей награждены медалью Энэданкэ за особые заслуги в материнстве. Я работаю учительницей средней школы Джаилского района 32 года, посвятила свою жизнь в сфере образования. У меня трое детей. Я горжусь своей профессией и ролью матери. Сегодняшнее мероприятие посвящено Дню Матери. Я выражаю благодарность организаторам за их инициативу и понимание важности женского труда как в обществе, так и в семье. Праздничный концерт, посвященный Дню Матери, стал не только торжественным мероприятием, но и прекрасной возможностью для жителей района собраться вместе, поделиться радостью и выразить свою признательность матерям. Выступления артистов, теплые слова поздравлений и общее настроение праздника создали незабываемую атмосферу, которая надолго останется в сердцах участников. 62-летний преподаватель информатики из Наката Исмаил Кушмурзаев быстрее остальных участников успешно завершил обучающий курс по программированию Python для преподавателей от школы программирования Яндекса. Исмаил Кушмурзаев работает учителем информатики с 1993 года. В гимназии-интернате имени Гопарова, где он преподает, условия для обучения программированию оставляют желать лучшего. Оборудование в школе не самое актуальное. Тем не менее, Исмаил Кушмурзаев продолжает обучать школьников основам программирования, используя язык Python. Это были итоги дня. В студии работала Асамбат Алмазова. До скорой встречи. Асамбат Алмазова 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 Продолжение следует...